А перед началом видео хочу порекомендовать вам мои остальные два канала. Первый канал Гулфайр Шоу, это игровой канал, там будут летсплеи и всякое такое про игры. А второй канал это канал Чаёк, на котором я выкладываю как бы анимации и остальное свое творчество. Буду рад, если вы перейдете по ссылкам в описании и подпишетесь. Кстати, в описании еще есть много полезных ссылок. Буду рад, если вы заглянете. Всем привет, ребят, с вами Крип и видосы про волосы и как отрастить волосы вам, видимо, заходят, судя по статистике. И на предыдущем видео про волосы вы собрали 10 лайков, как я и просил. Поэтому выпускаю видео про средства для роста волос. Ну и там маски и все такое. В этом ролике я вам расскажу про то, чем я пользовался лично. Что я сам делал, маски какие. Вот. Собственно, вот. Покупное, что я... Ну, то, что я покупал, это... Я уже рассказывал про это. Это шампунь Алирана и Ацмирола шампунь репейный. Также я покупал репейное масло, но оно мне особо ничего не дало. Потому что я пользовался этим один раз всего лишь. Так что эффекта не могу сказать. В общем... Эм... Потому что... Ну, почему я пользовался один раз репейным маслом? Это потому что... Оно плохо вмывается. То есть, если вы будете пользоваться репейным маслом, то... Мойте голову не один раз, а два раза. Потому что она будет после мытья все равно грязная. Вот. Что еще? Ну, репейный шампунь. В принципе, он хороший, хорошо пахнет. Ацмирола, я тут фотки опять прикреплю. Алирана. Тоже хороший шампунь. Нормально пахнет. Вот. Все, я пользовался этими шампунями, наверное, на протяжении... Года, наверное, почти. Да, потому что я с перерывами ими пользовался. Ну. Потому что еще у меня... От этого, не от этого, я не знаю, была перхоть из-за чего-то. Возможно, из-за этого. Вот. Поэтому я пользовался шампуньями от перхоти в время от времени. Возможно, из-за этих шампуньями было перхоти. Я не знаю. это уже как вам подойдет 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 не подойдет не знаю так что еще самодельные маски я делал это значит крапивная маска или как-то назвать вообще короче когда вот в мае до крапива только появляется и в июне которая крапива еще не за ну которая не зацвела она самая хорошая то есть обладает более полезными свойствами а когда крапива зацвела она уже ну не такая полезная вот короче можно делать вот как собирать крапиву и заваривать ее в кипятке где-то наверное ну час на два можно побольше вот и этим мыть голову он не мыть а споласкивать то есть вот то есть вы намыли голову и споласкивать этим можно еще и тело в принципе это будет как бы полезно для волос для всего можно также заготавливать на зиму сушить крапиву но это уже наряд кто-то будет делать вот в принципе волосы потом стилю как-то ну красивее выглядят после этого нескольких раз так ребят я еще вспомнил как я пользовался одной маской который я вычитал короче там нужно как-то лук протереть лук потом нужно несколько ложек меда это все перемешать и на голову короче нужно это втирать в кожу голову это все вот и накрыть каким-то пакетом то есть это вообще пипец то есть мне потом смотрите так-то нормально да я посидел где-то полчаса потом смывал маску но дело в том что потом наверное на протяжении месяца или даже двух у меня после каждого даже мытья после каждого жутко воняла голова просто вообще поняла прям пипец как то есть заметку было то есть вонял луком то есть представьте вы ее втираете в кожу головы этот лук и как бы он из кожи он в кожу головы впитается и он оттуда никак уже не сможет так что такой маской пользуйтесь на свой страх риск в принципе она помогает раздражает кожу головы как бы способствует росту волос не ускорению рост волос опять повторюсь что все эти маски шампуни ну короче ничего не может ускорить рост волос то есть просто можно вызвать рост волос в местах которых они еще и же если у вас выпадение волос то можно предотвратить как бы выпадение волос чтобы они росли но ускорить рост волос никак нельзя даже несмотря на то если на вашем шампуне написано типа быстрый рост волос это неправда нифига волосы растут как я уже говорил в предыдущем видео у всех как бы ну по-разному но в среднем полтора сантиметра в месяц так это так полтора сантиметра сантиметр в месяц у кого-то может два тем повезло в принципе вот короче воняла голова жутко потом наверное через неделю-две она не так сильно воняло это было незаметно то есть когда только если голова была мокрая под дождем промок начну опять вонять но ты в итоге через два месяца прошло все это смыл наконец-то в общем маска это в принципе хорошая как бы раздражает кожу головы этот лук насчет меда не знаю но в принципе почитайте если хотите это использовать сколько там всего надо я точно не помню но голова будет пахнуть приготовьте к этому что ж ребята на этом наверное все с вами был крип подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии и кстати да если на этом видео наберется 15 лайков я выпущу следующую часть про про волосы я расскажу какие прически можно сделать с длинными волосами там ну и что-то такое в общем пишите в комментариях на какую тему можно снять видео в принципе ну все в общем смотрите комментарии всем пока